Всем привет! Сегодня сниму такой полуобзор, полуобсирание. Вот это вот Samsung самый странный и говеный из всех Samsung, что были у меня. Было у меня их не так уж и много, но вот это вот самая жопа. А начинается все с того, что в нем стоит вот такое вот шасси. Теперь смотрим внимательно. Так, где тут это, блядь, я не вижу. Вот, SMR-40200C. Короче, БП на сладкой парочке SMR и HIS. Так, пульт от него, кстати, есть. Вот он, я его собрал из, во-первых, двух разных пультов, светодиод от третьего. Ну, батарейки нашелся. Вот так он выглядит. В принципе, рабочий пульт. Не нравится мне в нем очень много. Во-первых, это динамики. Так, он сейчас у нас... Не нравится мне, во-первых, динамики. Точнее, нет, во-первых, это блок питания. Смотрите, сразу переключаю на этих кнопках. Вот, 0, AVI, первый. И, вы видели, было написано AVI. Нажимаем кнопку AVI на пульте. 1, AVI. Нажимаем кнопку TV, и у нас TV. Вот, я переключаю канал из пульта, здесь 0, 1. Нажимаем AVI. 1, 2 AVI, 3 AVI, 4, 5, и так далее. Это первая странность, которая меня в нем бесит. Вот, он не один такой. У меня еще два таких было. Ну да ладно. Далее, вот зачем вот эта вот кнопка? Смотрите, нажимаем. Для входа в меню нажмите кнопку меню. Вот, кэп самый настоящий. Вот нахрена это? Ой, батарейка упала. Ну да ладно. Убавляем громкость. И слышим третий, то, что меня в нем очень бесит. 0. Вот подношу один микрофон левый к динамику. Громкость ставлю на единичку. И вот такой вот, так называемый, белый шум. Вот очень сильно шумит у НЧ у него. Даже я и снимал, что здесь шумы есть. Тут их на динамиках вообще практически не слышно. Тут слышно вообще очень сильно, что он так вот шумит. Далее слушаем сам звук динамиков. Так. Теперь убираем тут звук. И включаем здесь. Здесь динамики не самые лучшие, но... Но, я сказал... Даже через камеру слышно все. Ну, я думаю, вы поняли. Да, хоть у него хреновые динамики, блок питания, так-то внешний вид у него не нравится. Вот эти вот ножки, ну, как у старой аппаратуры, раньше так делали. А так он сам 2000... Ой, фу, 95-го года вроде. Вот задняя часть такая закругленная, тоже прикольно. Еще мне не нравится то, что вот эти вот разъемы спрячутся за резиновой заглушкой. То есть, наверное, половина владельцев таких Самсунгов даже не догадываются, что там есть разъемы. Не только этой модели, конечно, это относится. Так, еще у меня, именно в моем экземпляре, когда я его нашел, картинка была, во-первых, растянута по вертикали, чуть-чуть, но была. Во-вторых, фокус подсажен. И еще сведение у него говно. Да, он показывает. Не разъезжаются вообще жутко, но... Но, думаю, видно. Нечеткий и... Ну, короче, сейчас это трудно показать. Ну, блядь. Вон, на часах чуть-чуть видно. Там красный, там синий. Хотя кольца я вообще не трогал. Да, кстати, еще вот я на видео не записывал. Я нашел его в таком состоянии. Он включается. Стрекочет, что-то свистит ДКС и все. И не запускается. Оказалось, кондеры на 100 или 150 вольт были. И 160 микрофарад дутые. И плата жутко перегретая. Особенно в районе блока питания. И самое интересное это то, что та самая сладкая парочка была заменена вот на вот это. И как мне рассказали, и как я читал по отзывам, вроде, что вот это вот из строя не выходит. Дежурное напряжение... Ой, тьфу! Напряжение 150 там V+, или как его, не помню. Короче, до 190 вольт не доходит в дежурке. Ну и в рабочем нормальное. Короче, напряжение не завышено. Вот этот комплект, плюс R2K, вроде называется, такой диод на 200 вольт. Он заменен. То есть он вылетел, как обычно. Я заменил конденсатор в блоке питания на 22 микрофарада, вроде 35 или 50 вольт. Поставил на 63 вольта. Только я дроссель не смотрел. Я не знаю, дроссель в каком состоянии. Я оставлял его в дежурном режиме, конденсаторы вновь не вздулись. То есть у него либо повысилось напряжение в дежурке, они вспухли, либо, не знаю. Ну вот я оставлял, у меня ничего такого не случилось. Ну а теперь давайте приступим к обзору. Ну вот спереди мы видим две металлических решетки. Именно металлических, а не как в другом Самсунге, который я вам показывал, что он просто пластиковый корпус. Здесь покрасивее они смотрятся, конечно. Далее у нас выключатель. Стендбай двухцветный свет идет при включении. Рыжим, потом красным. А в рабочем режиме он не светится. То есть он зелено-зелено-красный. Ну нафига здесь зеленый, я так и не понял. Потому что он никогда зеленым не светил. Либо рыжим, то есть когда они вместе, либо красным дежуром. Далее инфракрасный приемник для пульта. Следующий канал, предыдущий. Громкость плюс, громкость минус, меню. Далее тут видео вход. Аудио, видео и на наушники выход. Кстати, в этом разъеме играет только один наушник, левый. Это не сломанный разъем. Это, наверное, здесь такая схема, так припаяли. Потому что не он один такой. Давайте посмотрим на меню, потом я покажу вам его сзади. Мне его впадлу сейчас двигать. Нажимать я буду, наверное, кнопки на панели. Мне так удобнее. Сейчас он прогревается. Прогревается он с зеленым цветом. Кстати, насчет зеленого я еще один косяк вам не рассказал. Настройки в сервисе, по цветам, на пушке. Короче, было так, что зеленый больше всех. Синий средний, красный ноль. Я поставил все в одинаковое положение, и он стал более белым. Вот сейчас он прогрелся, и он показывает белым. Вот, и слава богу, я исправил чей-то косяк. Подкрутил по вертикали. Он сейчас тоже, кстати, не растянут. Вот такое меню. Изображение. Смотрим, что у нас тут. Контрастность, яркость, четкость, цветность. Установка. Ну вот, ручная, авто, пропуск каналов, точная, и сортировка каналов. Язык. Ну вот, такие языки. Кстати, интересный еще косяк. Смотрите, режим AVI, установка, отсутствует. Нет, чтобы просто пункта не было. Как на более новых, тут пишет, отсутствует. Давайте еще раз посмотрим вот на вот это. Для входа меню нажмите меню. Я просто угораю с этого, не знаю. Так. Есть еще у него такие функции, как TAC-S. Кнопка, это предыдущий канал. Ну, например, нажмем 9. Сказал 9. Нажимаем кнопку. И возвращает к первому. Вот это кнопка обзора. Выглядит она примерно вот так вот. Ну и так по кругу будет. Так. Вот это кнопка выбор режима. Стандартный. Вот был. Вот стандартный. Вот динамический. Он почему-то... Подождите-ка. Мягкий. Кстати, мягкий почетче. Установленный. Баланс белого хороший, кстати. Стандартный. Он более желтый. Динамический. Еще более желтый. Еще полоса тянется. Кино. Более белый. Мягкий. Нормальный. Странный какой-то он. Вот даже вот в этих режимах у меня сначала был установленный зеленый. Динамический был белый. Не знаю, жопа какая-то с настройками тут. Не знаю, какие идиоты его собирали. Давайте посмотрим на него сзади. Пока я его переворачиваю. Кстати, заметил, что все-таки он греется. Причем так, что даже пластик теплый. Так, через дырки можно посмотреть там. Что-нибудь может увидим. Блядь. Ну, там ничего не видно, в принципе. Вон, отклонялка. Так, ну, давайте посмотрим сзади. Шильдик с информацией. Модель SK3385ZR. В одном видео, кстати, смотрел, такой же ремонтировали прямо. Конечно, кинскоп был в лучшем состоянии, но здесь что-то жопа с ним. Внимание, высокое напряжение и так далее. Разъемы. Разъемы с карт. И был погнутый. Сейчас выпрямил я его антенный вход. Еще, ну, самсунги так делают. Сюда можно поставить абсолютно другое шасси, которое будет просто... Здесь будет тюльпанный вход, здесь будет тюльпанный выход. А форма будет такая же. Короче, заметил такую вещь. Туз шасси STB11B... С... ой, SCT... блядь. STT11B со сладкой парочкой и вот со скартом. И там у него передний вход есть как бы. А можно поставить шасси CS1A, у которого СТР-ка, здесь тюльпаны. Но у него уже не будет... Уже не будет работать вот тот вот вход. Можно поставить CS9A. Оно ставится, в принципе... Короче, их много куда ставят. У него будет и здесь SCART. И там будет работать... Просто у него будет блок питания получше. И интерфейс будет другой. Вот такие вот эти самсунги. Кстати, с LG та же история. Это довольно-таки хорошо. Сдохнет БП, можно шасси перекинуть. Еще такая проблемка была, когда я его нашел. Он был вонючий. В каком-то... Желтовато-коричневом, что ли, налете. Я его вычистил. Сейчас он выглядит хорошо. Но посмотрю, может где-то что-то осталось. Нет, вроде. Все вычистил. Ну и слава богу. Не знаю, что с ним делать. Какой-то очень провальный Samsung. Но, однако, я его восстановил. Он работает. Опять дырочки. Вентиляционные. Не знаю, короче. Пульт собрал. Телек сделал. Одну проблему осталось устранить. Периодически появляется вот здесь вот такая белая полоска. С прогревом. Кстати, об этой полоске. У кадровый. Один, то ли крайний, то ли первый, то ли последний вывод. Через конденсатор. 25 вольт, 10 микрофарад. Идет на землю. Когда эта полоска появилась первый раз, он был... Вытек конденсатор, короче, этот. Я его сменил. Поработал один день. И полоска стала еще сильнее. Я его разобрал. Оказалось, вывод микросхемы плохо пропаян. Я его пропаял. Собрал. Поработал полдня. Эта полоска опять появилась. Но она появляется очень... Дол... Ой, короче, тогда она появлялась почти сразу. А сейчас ее надо долго ждать, чтобы он отработал минут 20, как минимум. И она будет слабенькая. Но... Еще... Вместе с этой полоской есть такая проблема, что... Картинка прыгает по экрану вверх-вниз. Или, может, вправо-влево даже. Например, если картинка яркая, она более... Короче, покажу на примере. Вот, например, логотип тут какой-нибудь. Картинка яркая, он вот так вот упрыгивает. Более темный он возвращается. Ну и так далее. И так по всему экрану. Не знаю, короче, жопа полная. А не самсунг. Не знаю, нафиг надо было его. Лучше бы его разломали. А я нашел какой-нибудь хороший. Хотя нет. Хорошо, что его не разломали. Лучше бы все эти, блядь, металлоебы ебаные сдохли уже наконец. Достали, блядь. Хоть будет что-то нормальное брать. А то как говно какое-нибудь, так оно целое лежит. Как что-нибудь хорошее, так все, сука. Нет уже. Так всегда причем. И Supra была такая же. И Sharp вот этот вот японский последний, старый. Тоже мозгоёб еще тот. Вы, наверное, про него не все знаете. Кстати, Made in Korea, смотрю. Ну, что, так-то норм. LG тоже корейские. Тоже сейчас мозгоёбят. Особенно который Gold Star. Ну, не знаю. Кинескоп можно заменить. У меня запасной есть, кстати. От этого. От Mystery. Можно поставить. Я проверил. Он абсолютно рабочий. Очень хорошо показывает. Ну, не знаю. Все на этом. Пока память не закончилась. Всем пока.